В прошлом году объем инвестиций в сельское хозяйство также был значительным. Привлечено 53 миллиарда тенге частных инвестиций. Увеличение мощности связано в том числе и с запуском новых инвестиционных проектов. Таковых реализовано 40 на сумму 30 миллиардов тенге. Наиболее крупный из них – это модернизация крупного молокоперерабатывающего завода Туго-Гормозавод, являющийся брендом нашего региона, создание комбикормного завода мощностью 28 тысяч тонн в год это Туо ММК Яна-Аш-Лынского района. В районе Брежан-Сал завершено строительство племенного репродуктора на 4,5 тысячи голов КРС. В городе Кокштал завершено строительство от корм-площадки мощностью производства 5 тысяч голов, это Туо Бивард. Запущена вторая очередь Туо Макинская пиццефабрика. После расширения пиццефабрика стала крупнейшим предприятием по объему производства куриного мяса в Центральной Азии. Совершенствуя механизмы кредитования и субсидирования, в прошлом году был принят ряд мер для создания благоприятных условий для развития животноводства. Создано 97 мясных и 18 молочно-товарных ферм. Племенными хозяйствами закуплено более 10 тысяч голов скота. В результате на сегодняшний день в области производства молока занято 56 специализированных подприятий с общим поголовьем 12,5 тысяч голов. Вот эти и другие меры позволили увеличить внутреннее производство в продуктах питания и покрыть большую часть своих потребностей в период пандемии. Акмулинская область также занимает лидирующие позиции в реализации программы формирования продовольственного пояса вокруг столицы. Регион полностью обеспечивает Нурсултан мукой, куриным яйцом и картофелем. В прошлом году в качестве господдержки агрофермированием региона выделено 41,7 миллиардов тенге. Все эти средства были направлены на развитие растеневодческой, семеноводческой, животноводческой отрасли. В этом году запланированы масштабные планы. Предусмотрено более 32 миллиардов господдержки. В рамках продовольственного пояса будет продолжена работа по реализации запланированных 42 инвестиционных проектов. Поставленные цели и задачи будут способствовать максимальной стабилизации социально-экономической ситуации в регионе.